добрый день дорогие друзья зрители канала ваша дача с вами татьяна башмакова и сегодня мы будем разбираться какие цветы лучше посеять в марте в основном конечно это на рассаду я так визуально поделила цветы на две группы которые надо посеять в первой половине марта и во второй половине марта и теперь рассмотрим их поближе бальзамины комнатные невысокие бальзаминчики сейчас есть и махровые вот я в прошлом году выращивала вот такую афину оранжевое пламя и не махровые очень красивые кустики семян здесь немного 5-10 семян обычно в пакетиках лучше сеять в начале марта в прошлом году посеяла в феврале выросли очень большие кустики еще до выноса на улицу а места всегда мало а вот сначала марта в самый раз главное что надо знать о бальзамине что его можно даже не пикировать вы если вы его посеете на приличном расстоянии 4-5 сантиметров в плошку глубиной максимум 4 сантиметра грунта вы можете и даже не пикировать и не прищипывать прекрасно ветвиться именно вот эти низкоростные сорта и тогда можно высаживать уже в горшочек и как раз уже будет и свет можно будет и не под лампами растить бальзамин не очень любит яркий свет следующее растение которое тоже надо посеять начале марта мы все или феврале лобелию ну низкоростную лобелию я буду сеять в марте и карликовый львиный зев тоже в марте причем лобелию буду сеять уже без пикировки и не обязательно это делать в отдельные стаканчики можно тоже в плошечку неглубокую 3-4 сантиметра грунта только распределяем семена также как мы распределяли на бумаге но пучки чтобы были небольшие если мы феврале сеем большими пучками чтобы изберечь место и дальше пикируем уже отделя эти пучки то здесь мы будем делить уже прямо высаживая в грунт лобелия прекрасно переносит пересадку львиный зев придется попекировать он тогда лучше растет и не надо будет прищипку ему делать следующее растение которое в первой половине марта это георгинки особенно георгины если вот такие крупноцветковые 10 сантиметров высокой 10 сантиметров в диаметре среднего роста 35-45 здесь тоже по 10-7 семян то конечно нужно все этих только рассады в грунт такие нельзя или первой половине марта они прекрасно вырастут и георгинку надо будет рассадить пикировать рудбекию тоже пикируем рудбекия вот все говорят растет хорошо самосева у меня самосев не вырастает но в этом году еще и из-за того что очень хорошее описание у этой смеси высокая на конечно 90 сантиметров но до 11 сантиметров диамет цветка и вот она пестрая красивая буду опять сеять рассадой первой половине марта благоприятные дни то есть неважно первых числах или дальше вот лобелию лучше в первых числах целозия гребенчатая вообще удивительный цветок у нее бывают такие большие гребешки мне она больше нравится чем перистая сеть ее надо я считаю в начале марта написано даже в апреле но она как-то очень медленно поначалу растет поэтому в начале марта и сальпиглосис тоже сей в начале марта хотя пакетик гласит то можно и позже его можно и в феврале сей но этим растением надо много света еще одно прекрасное растение которое можно сеять во второй половине марта лучше после 15 числа это агератум и агератум обратите внимание насколько сейчас разнообразные в него цветочки агератумы тоже сейте сразу немножечко пореже хотя он и густоту прекрасно выдерживает его не нужно пикировать сразу делим высаживаем с открытым корнем прекрасно растут айладия цветочек наших бабушек теперь имеет и махровые формы тоже сеется в марте пикируется как и все растения левкой левкой вообще-то нужно садить это один из ароматных цветочков лучше сеять в грунт но часто у нас нет такой возможности семена довольно мелкие и ему можно во второй половине марта посеять на рассаду различные флоксы друмонда они настолько красивые однолетние флоксы тоже мартовские подробно о посеве рассказывать не буду потому что просто видео будет бесконечным просто смотрите какие сейчас красивые разнообразные сорта и с тоненькими лепестками звездочки обычные как у флоксов кругленькие пяти лепестковая и серединочками ну в общем цветочек очень красивый и очень неприхотливый поэтому обязательно заводим себе такой цветочек капуста декоративная она растет очень быстро и сеять ее рекомендуется даже в апреле ну и я считаю лучше в марте потому что света у нас у всех катастрофически не хватает поэтому сеем марки вот братика ума еще очень хорошая такая мелкая ромашечка в прошлом году не села на вам показывала но вот рассадой она у меня очень густо взошла хорошо всходит и пришлось пучками высаживать тяжело ей было я ее посеяла довольно рано поэтому или в марте или в открытый грунт но не сейте ее густо очень хорошо всходит портулак портулак хорошо бы посеять грунт он тогда будет крепче но очень часто и климат не позволяет рано посеять грунт поэтому портулак тоже кто хочет вырастить рассадой системе во второй половине марта на рассаду обязательно выращиваем рассадой астры лучше всего где-то в 15 числах марта посеять астрочки главное их не переувлажняйте семена когда вы их сеете очень тонким слоем грунта такого полупесчаного укрыть и схожесть у них прекрасная душистый табак тоже такое прекрасное растение но здесь меня даже не высоко 55 сантиметров а есть на любителя даже до двух метров душистый табак огромные кусты так что тоже кто забыл про него обязательно посеете буду выращивать в этом году еще вот такой прекрасный цветочек мезембриантем еле выговорила название вот такие вот прекрасные ромашечки для ракария чуть позже сниму видео какие я заготовила растения и еще хочу вам напомнить про некоторые цветы вот в частности циния лаватера календулы вот новые сорта гадеция немезия некоторые такие очень интересные сорта бархатцев очень часто тоже высеваются рассады но если у вас есть много света и хорошее прохладное место после всходов я это все буду сеять в открытый грунт но можно что получить раннее цветение еще миробилис тоже такой прекрасный цветок который открывается вечером цветет красиво утром мощные кусты но если вы хотите получить раннее цветение этих растений включая цинию то можно посеять их на рассаду но если имеете условия я буду сеять прямо в грунт и портулак и бахрахикому и цинию и немезию бархатцы гадецию все это будет для грунта рассады они выращиваются тоже очень хорошо и напоследок покажу вам некоторые многолетники которые тоже надо посеять в марте королица или невяник то есть наша высокая красивая крупная ромашка мелколепестник очень похож на альпийскую астру похож на сентябрины многолетнее растение тоже в этом году выращивать буду инотера инотера она и ароматная и в то же время хороша для ракариев прекрасный многолетний неприхотливый цветочек но укрывать его на зиму надо немножко арабис тоже и сионатеры цветы довольно крупные арабиса мелкие тоже цветочек для ракария но у него не такие мелкие как у абриеты абриету тоже я пробовала и феврале сеть но все-таки лучше ее посеять в марте в марте где-то в середине марта тогда она не перерастет и маленькая ее высадить то тоже не сеть ее густо она очень хорошо сходит из каждой семечки получается кустик мне пришлось ее делить нельзя она не любит когда ее сильно делят все эти цветочки можно вот и камнеломку тоже буду выращивать для ракария в этом году но все их можно сеять прямо в грунт даже по снегу но иногда весна такая резко наступает засуха и надо следить прикрывать их пленочкой поначалу поэтому лучше если вы хотите завести такие цветочки лучше все-таки их посеять такие интересные цветы можно посеять в марте на рассаду а например и шольцы лен и многолетний и однолетний васильки можно посеять прямо в грунт даже по снегу и они прекрасно взойдут и чем раньше тем лучше а я на этом свой рассказ буду заканчивать постараюсь ближайшее время сгруппировать ароматные цветы и цветы для ракария которые хотелось бы вырастить в этом году а если кто-то выращивает еще другие цветы именно в марте знает как хорошо за ними ухаживать пишите в комментариях буду очень благодарна будем делиться своим опытом и тогда у нас будет все получаться гораздо лучше я всем желаю легкого выращивания хорошего красивого сезона и оставайтесь нашим каналом до новых встреч